Итак, это естественно стимпанк, мы с вами продолжаем, в прошлом выпуске завалили левиафана, получили вот такое вот яичко, из него может вылупиться маленький левиафанчик, но там есть маленькая проблема, что он просто будет как маленький такой мини-босс, ну мини-существо, расти он не должен по идее как, то есть он ни во что не вырастет, он останется маленьким всегда, но его можно использовать как, не знаю, просто для прикрытия, чтобы он с кем-то мог посражаться отлично себя, и правда таким образом мы его скорее всего и потеряем, он умрет. Давайте сейчас небольшой для него загончик выстроим, поставим это яичко сюда, как раз вылупляться, это все пошло сюда, тебя убираем, разместим его здесь, есть один маленький нюанс, что чтобы он у нас с вами потом приручился, нам нужно раздобыть, что там внутри, это видимо зародыш, да? Скорее всего так есть, в общем пускай вылупляется. Так вот, нам с вами нужно собрать тропических рыбок, он именно их кушает, а чтобы их собрать, нам нужно отправиться в теплый океан, именно теплый океан, даже тепловатый нам не подходит, нам нужен исключительно теплый, вот здесь вот, вот. И по пути немножечко обсудим те проблемы, которые у нас сейчас существуют, а существует довольно-таки большая проблема, почему мы получаем такое большое количество урона от некоторых мобов, мне также об этом написали, обратили мое внимание на это дело. А именно потому, что у нас с вами есть вот такое вот сердце голема, которое делает вас уязвимым к магическому урону, а с учетом того, что мы получаем из-за дебафа проклятия, мы получаем с вами 2х урона от всех, то сами понимаете, что у нас броня скорее всего не шибко-то защищает нас от этого как раз магического урона, естественно сердце голема нам его увеличивает, плюс х2 и все, нас одного удара просто выносит. Именно поэтому я должен отправляться обратно в энд и искать там умения, да, мне нужно умения, которые, если не ошибаюсь, там сразу два умения. Первое умение нам добавляет здоровье, второе умение, а нет, второе умение не в энде, второе умение здесь, оно просто в комнатах со спаунерами, то есть в стандартные майнкрафтовские комнаты со спаунерами, где сундуки присутствуют, и обычный спаунер там бывает, не знаю, зомбарей, скелетов, что-то такое, да, я думаю, вы понимаете о чем я говорю. Там в этих сундуках может заспавниться умение брони, то есть у меня будет дополнительная броня, а в энде будет умение с дополнительным здоровьем. И сколько мне понадобится времени на то, чтобы это дело найти, а это нужно просто обязательно найти, потому что мы просто не справимся ни с какими другими боссами, и можно просто на боссов забить и отправиться на луну. Но мне хотелось бы все-таки еще немножко посражаться, поисследовать измерения. Опять же, о, смотрите, прикол. Ну, если я ошибаюсь, мы сейчас с этой мелочью с вами получим то, что нужно, да? Да, верняк, все, отлично. Нам нужно много, на самом деле, рыбок. Давайте, быренько собираем. Что мне там по кольцу? Кольцо одето? Да, кольцо одето, мы собрали с вами, ну, не так много. Сейчас полетаем, еще соберем. Так вот, нам нужно будет обязательно все эти умения получить, иначе, ну, мы просто-напросто будем постоянно умирать, как это сейчас и происходит. И вот это, на самом деле, действительно бесит, что у тебя просто шикарнейшая броня, хорошо зачарована, то есть одна из лучших бронек в этой сборке, отлично зачарована, но умираешь ты с одного удара, и все. Так вот, я начал говорить еще о том, что здесь есть парочку модификаций, которые, честно говоря, вообще нам, там, в секут, я так понимаю, по полной. Потому что, например, вот, у меня даже выбраны Валтер Лэндс, там вообще все бьют магическим уроном, ну, или практически все. А в Блю Скайс я, если не ошибаюсь, вообще ни разу не был. Вот, в Валтер Лэндс я точно был, я потому что посмотрел, что это из себя представляет, я их, видимо, перепутал. В Блю Скайс я, видимо, ну, у меня было пару раз в сборках, но я его толком не исследовал, может быть, парочку вещей оттуда получил, и все. Так что я предлагаю, наверное, сегодня заняться, и в ближайших выпусках заняться улучшением нашей брони. Естественно, у нас из Enigmatic Legacy есть большое количество всяких разных амулетов, то есть нужно обязательно заменить. Вот, например, нам не нужен жемчуг заклинателя постоянно с собой, вместо него что-то можно поставить, найти. Нам, безусловно, нужно заменить Сердце Голема, вот оно, да? Оно стоит в единственном слоте, слот стихий. И в этот слот можно поставить, например, сейчас посмотрим. Здесь есть вот Око Туманности, Раскаленное Ядро, Жемчуг Бездны, это все вот Камень Стихии, но их нужно заменять. Воля Океана, Ангельское Благословение, непонятно, кстати, откуда оно берется, нужно будет посмотреть. И какое-то из них, по-любому, я уже просто смотрел, дает защиту от магии. Жемчуг Бездны, прикольно. Вы больше не нуждаетесь в воздухе, дарует неуязвимость к негативным эффектам. Ваши атаки накладывают эффекты сушения, любое живое существо, что находится рядом с вами, лишенное света, будет получать чудовищный урон и негативные эффекты. Слушайте, это прикольно. Плюс 35% шанса сбежать смертельный удар. И откуда оно берется? Город Эндера. То есть нужно исследовать города Венди, хотя бы вот ради этого. Естественно, ради навыка, который нам с вами даст дополнительное здоровье. Раскаленное Ядро дарует неуязвимость к огню полностью и лайве. Временный иммунитет к лайве. А вот, например, как раз Око Туманности дает 40% магическому урону и 65% сопротивление магическому урону. Ну, давайте посмотрим. Тоже город Эндера. То есть мы его не можем скрафтить, мы его можем получить только там. Причем, если не ошибаюсь, из них потом вот из тебя можно сделать величественные крылья. Ну, просто типа, как бы чтобы было. Привет, кашелот. Давайте сейчас соберем еще немножко рыбок. Я надеюсь, что здесь кто-то еще заспаунился. Он вот такими стайками плавает, а потом отправимся обратно. Это что сейчас за звук был? Зараза, на самом деле, кашелоты опасные. То есть они у нас тоже убивают с одного удара. В этом плане нужно быть супер аккуратным здесь. Я не знаю, сколько мне сейчас понадобится в общей сложности рыб. Нужно было бы переодеть, на самом деле, этот самый, как его, кислородный баллон. Ну, вот у нас с вами 20 с лишним есть. Я думаю, этого по-любому хватит. Так, ладно, давайте отсюда выбираться. Я думаю, сейчас вообще никаких проблем не будет вот так вот отсюда выбраться. Нам просто нужно долететь до суши и подальше от кашелота держаться. Вот, то есть мне предстоит очень серьезно поисследовать окрестности. Мне нужно будет поискать всякие эти спаунеры подземные. О, пошло в задницу. Как вы раздражаете. После этого только можно будет отправляться туда. Ну, да, как я уже сказал, честно говоря, мне кажется, что вот эти вот... Или не сказал, или только подумал об этом. Эти модификации, эти миры сюда добавлены просто для того, чтобы их добавить. Потому что я не вижу никакого от них резона. Они вроде как не влияют на полет наш на Луну. Ладно, давайте-ка телепортироваться домой, потому что меня просто задрали эти товарищи. То есть вот этот наш полет на Луну, на Марс, Венеру, Меркурий, Гласово... Они никак не влияют на это. Я правда даже не знаю, нужно ли нам вообще туда лететь. Но мы слетаем. Я надеюсь, что все будет нормально, все получится. А так, смотрите, у нас в Незере еще есть Незер Монстросити. Нужно будет его найти и, естественно, победить. Мне просто очень интересно с ним сразиться. Помимо этого, в принципе, в Незере у нас с вами все выполнено. Кроме мы цитадель не нашли. Мы с вами factory, то есть какой-то руины завода не нашли. Не нашли с вами особняк пинглинов и дом Некромансера. Кстати, Некромансер дом я нашел. Я просто в него не заходил. Я знаю, где он находится. Так что у нас чуть-чуть совсем, и мы закроем Незера. То есть, в принципе, можно сегодня отправиться еще раз туда и победить Незер Монстросити. Оу, он вылупился. Я тут пока ходил, собирал опыт. Он взял и вылупился. Следующий момент. Нам нужно с вами его приручить. Потому что пока что он еще не наш. Вот этот Левиафан малыш. Также мы можем, я так понимаю, его прокачивать. Вот только расти, по идее, как он не будет. Ну, че ты? Хамяч давай. Восемь рыбок осталось. А я туда не под... Ох, слава богу. Все. В общем, мы его с вами приручили. Есть другая проблема, что он как бы и подлечивается вот этой тропической рыбкой. То есть, нужно будет его ей кормить. Ну, а хранить мы этого малыша с вами будем в Квантовом Ловце. Почему бы нет? Пока у нас ночь. Погнали быстренько сейчас. Естественно, сейчас с кем-нибудь посражаемся. Немножко его попрокачиваем. Посмотрим, насколько он хорош. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что он будет очень сильным. Потому что иначе это был бы чит. И, опять же, да. Он расти вряд ли будет. Это все-таки не Ice and Fire. То есть, там драконы, сами понимаете, растут из дракончиков. Большого дракона. О! Нас преследуют. Давай. Мы просто ударим. Мы ударим. Смотри, 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 смотри. Какая красота. Молодчина. А он еще, помимо этого, да. Он может просто кусать. Что еще он может делать? О, его атаковали. Как там эти дела? Ну, немножечко подранили. Хорошо. Со здоровьем пока что все в порядке. Видите, он просто так тоже кусает. Мне очень интересно. Он вообще прокачивается или нет? Потому что опыт-то я собираю. Ага. Через блок стрелять не может. Понятненько. Ну и урон вообще, конечно, не какущий. Мы все-таки оставим его дома просто так, чтобы он у нас сидел. Здоровье у него неплохо. Просто так, чтобы сидел. Никуда не ходил. Глядишь, может быть, подрастет. Мы за этим последим. Но есть шанс, что он будет расти от того, что он опыт получает. Но я крайне сильно в этом сомневаюсь. Давайте пока что отведем его. Я в будущем просто, может быть, поймаю или сделаю спаунер, или поймаю зомбарей побольше в такие ловцы. Просто буду ему скармливать. Смотреть, как там он прокачивается или не прокачивается. Возможно, он так и останется первого уровня. Это все нужно тестировать. Прямо сейчас этим просто не хочу заниматься. Потому что у меня есть ощущение, что это не все-таки Ice and Fire. И здесь такой фишки не будет. Будешь жить здесь. Мы можем ему поставить следует. Можем поставить стоит. И можем поставить бродит. Но, естественно, мы поставим ему стоит. Пускай он живет здесь. Глядишь, может быть, подрастет. Мы это с вами рано или поздно заметим. Когти прилива. Ну, оставим штучку прикольную. Главное быть с ними аккуратным. Вот и все. Все будет хорошечно. Классная штукинца. Главное отпускать вовремя и не продолжать себя тянуть в блок. Иначе он тебя просто-напросто убьет. Что у нас с вами имеется? У нас есть патрошки. Ну, ладно. В общем, к чему я вообще клонил? Почему я начал говорить о том, что мне предстоит очень большое количество поисков? Прямо сейчас. Сейчас посмотрим, что у нас с патронами. Патроны. Да, есть еще патроны. Я отправляюсь обратно в Энд. Постараюсь полетать. Посмотреть, что там есть. Может быть, мне удастся найти еще города. На самом деле, я просто буду отлетать как можно дальше. И таким образом находить новые города. Вот и все. Это раз. Во-вторых, просто, может быть, повезет. Нужно еще старые города проверить. Потому что там не все было осмотрено. Может быть, там где-то в сундуках что-то есть. И я не знаю, сколько это займет времени. А нужно обязательно, чтобы выходили новые выпуски. Постоянно. Каждый день. Потому что вот это вот такие провалы в 3-4-5 дней. Это очень пагубно для канала. И для выдачи. Спокуха. Это очень пагубно для канала. И, соответственно, чтобы вот таких вот провалов не было. Я решил, что если у меня, я вижу, что у меня как бы не получается снять выпуск. Что, в общем, я залип. И выпуск вообще не идет. То есть, я там, например, летаю-летаю 3-4 часа. Я останавливаю в этот момент, в этот день поиски. И снимаю другую сборку. Я тут нашел классную сборочку Skyblock. Она на самом деле, ну, просто шикарнейшая. Опять же, связан с Create. Я Create обожаю. Skyblock обожаю. И просто будет переходически выходить она вместо выпусков этого. А когда полностью закончим вот эту сборку, то полностью перейдем туда. Соответственно, я думаю, это будет самым правильным решением. Так что не удивляйтесь, если вышел выпуск по Skyblock, а не по этой сборке. Это произошло потому, что не смог снять выпуск. Вот и все. Ну, то есть, занимаюсь поисками, как это было до этого. Ну, блин, ну, сами понимаете, что... Тихо. Тихо. Летим. Ух. Увлекся. Я забыл, что они больно бьют. В общем, сейчас буду все исследовать. Глядишь, может быть, где-то в каком-то сундучке здесь что-то найду. Тогда и увидимся. В общем, здесь я нахожу страницу с навыком плотная кожа. Да, плотная кожа. Именно броня здесь, а не здоровье. Я и перепутал. Содержит знания о том, как ковать наконечник булавы. Здесь у меня еще один, еще одно сердце голема. И проблематика в том, что, честно говоря, вот если бы его можно было разломать, если бы можно было бы закинуть его в какой-нибудь перемалыватель или еще что-то такое. Я сейчас летаю. Здесь еще вот сундук. Летая по вот этим постройкам, я исключительно залетаю сюда на сферах временного полета. У меня еще две штуки есть. Вот. И, собственно говоря, ухожу отсюда, потому что воевать с этими гадами я не собираюсь. Они слишком сильные. Так, у меня где-то здесь еще рядышком должно быть. Это я сейчас из города. В городе ничего. Вот она рядышком еще здесь есть. Просто нужно прямо вот так вот напрямик лететь. Да, в городе нифига, кстати, не было. Оу. Дратути, это что такое? Пурпурное стекло. Ты кто? Ты кто? Торговец? Слушай, у меня такое ощущение, что это торговец. Альфонс. Да, это торговец. Эндблап. Хороспетал. Плод хороса. Пластинка. Можно покупать. Ладно, я тебя, наверное, забираю. Так, мне нужно в первую очередь... Давайте откроем эту фигню. Добавим это в крафт. Теперь так. Мистический. Побахнули. Один есть. Теперь следующий момент. Нам нужно сделать стол кузнеца. Сделали. Готово. Слушай, у меня времени сейчас нет. Надо на тебя здесь тратить так сильно. И теперь мне нужно забрать отсюда, чтобы сделать его. Мне просто нужно взять осколок рассадника. 59 штук. Нормально. То есть мы теперь все время это будем с собой таскать, чтобы можно было сделать новый. А ты уходишь со мной. Спасибо. Это мы с тобой тоже забираем. Это лучше топором, конечно, поднимать. Ну, да ладно, плевать. Вот. И убираем это дело вот сюда. Все. Мы теперь знаем, что у нас есть. Да, кстати, навык. Навык. Разблокирован. Здесь. Можно забрать пирожок хоруса. Корни. Скаженный гриб тоже заберем. Это нам не нужно. Все. Это мы с вами все получили. Ну, там куча всякой разной ерунды, опять же, подобрал. Ничего шибко интересного. В общем, я лечу. Выйдите нафиг, а я лечу дальше. Стоп, это что такое? Малахитовая руда, да нафиг? Оп, аккуратно. Не надо. Не, 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 не. Ну, естественно, они на меня агрятся. Что поделать? В общем, полетел туда. Может быть, там сейчас еще что-то найду. Потому что, видите, сердце голема здесь есть. Но остальные, вот если мы с вами посмотрим из-за нигматик. То есть, например, как я и сказал, мне нужно око туманности. Оно перекрестло крепости. Коридор крепости. То есть, его, в принципе, можно искать в Незере. В сундуках крепость Незера, сокровище бастиона. Подожди, а я что-то путаю. Перекресло крепости, коридор. Ну, это в коридорах крепость Незера, сокровище бастиона, прочее бастиона, мост бастиона. Вот это вот в бастионе, можно искать, раскаленное ядро. В основном там будет. Это фигня в городе Жемчуг Бездны, в городе Эндера. Что такое мимо пролетело меня? А, это вроде как не агрессивная штукенция. Это позволяет... Нам не нужен воздух, неуязвимость к негативным эффектам. Тоже хорошая вещь. Воля океана. Нам позволяет дышать под водой, да? Ангельское благословение. Где оно добывается? Церковь, храм в пустыне, храм в джунглях. Ага, понял тебя. Эмблемы чудовища. Это уже амулет пошел. Но, кстати, его можно создать. И создать довольно-таки просто. Плюс 25 уронов против нежисти, против монстров, плюс 1 урон добычи. Я мечту шахтера хочу сделать, но для этого нужно сердце земли. Опять же, сердце земли мы можем с вами получить подземелье, затонувший корабль, лесной особняк, иглу, храм в джунглях, пустынник, коридор в крепости, перекресток крепости. Видимо, я его в Незере и получил. Так что мне предстоит еще отправиться в Незер, там полетать по крепостям, подкрывать всякие разные сундуки. Глядишь, может быть, я буду их получать, потому что так же и кольца некоторые делаются из этой фигни. У нас 13 секунд осталось, у меня всего 2. Я надеюсь, что я сейчас еще найду. Давайте, второй я убрал, сфера. Да, сферу забираем, чтобы было. В общем, ладно, навык мы с вами получили. У нас сейчас с вами, видите, сколько брони. Погнали в навыки и просто прокачиваем его. Делает вашу кожу более надежной против врагов. Попробуйте стать драконом. Я не знаю. Да, вон она наполнилась алмазными этим самым. Мы сейчас с вами хранилища опыта. Заберем несколько уровней, да, вот так вот. Раз. 119 еще раз навыки. Прокачиваем до максимума. Это мы с вами прокачали. Сливаем весь опыт обратно. Ну, я не знаю. По идее, я сейчас должен был стать гораздо-гораздо крепче. Сейчас бы еще здоровье раздобыть и разобраться вот с этими штукенциями, что это такое. Но это потом. Ладненько, все, лечу. У нас с вами еще 4 минуты. Я могу исследовать ту фигню, где она с вами совсем рядышком. Самое главное там не разбудить голема. Но если не ошибаюсь, чтобы разбудить голема, нужно что-то на нем применить, как и везде. И да, вот еще вот такие вот здесь постройки есть. Там внутри, как видите, тоже все очень весело. Мне кажется, там есть пол, который нельзя просто так проломить. А, вот здесь сокровищница. Вот. Вот здесь вот и есть этот самый сундук. Нам просто с вами нужны сундуки. Вот и все. Оу, там еще и ловушки. Прикольно. Ну а здесь, как видите, хавчик. Пошел вон. Я не знаю, что это такое. Ладно, не будем на это тратить время, потому что полет остался 3 минуты. Полетел сюда. Ну, на самом деле их осматривать очень просто. Именно в них еще там сферы полета, я думаю, можно будет найти. Самое главное, мы с вами вскрываем стеночку, не приземляемся на пол. Иначе мы будем привлекать внимание этих гадов. Вот так вот, да. Опа. Здравствуй, окоизмерений. Сразу получили еще вкусняшку. Все, все пучком. Где-то здесь, вон еще два. Все время сидим под потолком, на пол не встаем. Иначе нам трындец. Семена арбуза, редстоун. Амулет концентрации заберем. В общем, все, скидываем пока что. Ну-ка, привлечь их желаемых окоизмерений. А, это я типа могу телепортировать какое-нибудь существо при помощи него. Все, я понял. Хорошо. Улучшение сбора позволяет рюкзаку подбирать с себя предметы. Заберем. В принципе, полезная штуки. Чернила, кузнечное дело тоже. Вот с этим на самом деле тоже нужно разобраться, потому что там по-любому что-то вкусное. Я это не очень понимаю до конца. Лучше всего здесь перемещаться путем того, что мы с вами прокапываем потолок, стенки. Ой, сорян. Прокапываем себе проходы и летаем. Ой, идите в задницу. Здесь... О! Нашли. Валим. 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 Друзья, мы нашли подзапись. Офигеть. Это очень хорошо. Фух, ладно. Подвиснем здесь. Ох, туманности. Ох, туманности. Вот этого, да? 40 наносим магическому сопротивлению, магическому урону. Это то, что нужно. Мы нашли с вами. И плюс еще одну сферу полета с вами оттуда выудили. В общем, я даже не знаю. Я не ожидал, что это будет настолько быстро. Это прям очень-очень удачно. Я сейчас пока что, наверное, могу попытаться его даже одеть. Было бы классно, если бы можно было вот этот полет креативный крафтить, а не только собирать здесь в сундуках. Я нашел то, что нужно. Я очень-очень доволен. Причем сделал это очень быстро. Так, все. Пока что мы тебя убираем вот сюда. Есть. Следующий момент. Да, эту фигню тоже уберем. Пускай здесь будет. Ну что, я полетел, в общем, фармить Незер. У меня с броней все хорошо. Огня я не боюсь в этой броне. В принципе, ну как, в смысле? Боюсь, но мне нужно просто зелье огнестойкости с собой иметь. И, естественно, достать отсюда фонарик светоч. Все, друзья. Я надеюсь, что там тоже сейчас что-то найдем. Если найду, естественно, попадет выпуск. Кстати, я узнал, как мне найти данжен. То есть, там, где у нас с вами спаунер. То есть, это называется Dungeon Variant. Если я сюда вбиваю это дело... Где это? Вот. Вот такая штукенция в мире, в общем, в нашем обычном мире, позволяет найти вот такой вот данж с сундуками. И, в общем, давайте проверять. Я еще, как видите, ничего не вскрывал, не смотрел. А, эфес, это ерунда. Мм? Старинное око. Ха-ха-ха. Прикольно. Жалко, что оно нам уже не нужно. Представьте, оно лежало рядом с нашим домом. Скотина такая. Ха-ха-ха. Шесть. Двойное тетиво. А да можно забрать двойное тетиво? Почему бы нет? Не знаю, просто не нужно. Старинное око. Подожди. А вот... Энт. Это вот эта штукенция. Да, можно найти в пустынной... Ну, пирамиде в пустынной, да? Нормально, да? То есть, в пустынной пирамиде. Это пустынная пирамида. А, спасибо. Ой, блин, игра. Да, ушла. Будем знать на будущее. На будущее будем знать. Здесь ничего полезного. Ну ладно, зато у меня теперь появилась возможность их находить. То есть, я теперь могу спокойно отправиться в любой другой данж и... Ну, то есть, в смысле, сейчас по миру полетать, отлететь отсюда подальше и найти еще таких данжей. Глядишь, может быть, что-то годное найдем. Круто. Это, на самом деле, очень хорошо. Ну, самое прикольное, что она находится... Вот мой дом. Вот этот данж. И визуально на карте он выглядит вот так вот. В принципе, я могу просто поискать такую вот структуру. Вот. Еще одна. Давайте временный вейпоинт. Да, верняк. Мы не ошиблись. Это еще одна такая же прикольная штукенция. Только выглядит немножко по-другому. Так, железное кольцо плюс один брони. Ну и вроде все, да? Больше здесь, в этой комнате, нифига нет. Ну, почему? Я просто буду искать сейчас следующее. Почему бы нет? Я нашел еще один нормальный город с этим самым, с драконом. Нормально. Окей. Это хорошо. С главой дракона, безусловно. Скотина, а? Неудобно. Надо вставить, наверное, вот так вот еще. Я тут, как видите, вовсю стараюсь исхитриться так, чтобы меня ничто не трогало. В общем, здесь забавные сундуки, хорошие. Да. Но так, ничего особенного. В смысле, ничего особенного. У меня все это есть. Самое, знаете, что смешное? Самое смешное. Это вот это вот, бамс. Око туманности раз. И здесь. Око туманности два. Смешно, блин. И у нас с вами. Вот когда у нас его не было, да? Оно у нас с вами не выпадало. Вот сейчас оно уже появилось. Сразу две штуки. Пожалуйста, держи. Пожалуйста, жемчуг бездны. Ладно, хорошо. Смешно, но он у меня тоже уже есть. Вот что за фигня, а? Почему не попадается то, что нужно? Я сейчас, как видите, осматриваю вообще все постройки. Там роны собираю. Все вот это мимуть. Не, нету. Я совершенно забыл про свой молот, который 3 на 3 копает. Просто шикарен здесь. У меня уже абсолютно отточена система, по которой я лутаю все это дело. То есть, как видите, просто все застраиваем быстренько. Все залутываем и смотрим, что здесь есть. Блин. Огромное количество от этих сфер. Это прям очень радует. Опа. Кристалл Энда на халяву. Это забавно. О! Мы нашли с вами какой-то темпет новый. Странно. Для чего? Что это? Как он отличается от моего темпет? Просто еще один темпет. Я тебя понял. То есть, мы свой темпет скрафтили. А этот темпет... Я сейчас не то делаю. Ну, то есть, это все то же самое. Это такой же темпет, как наш темпет. Просто пустой. На всякий пожарный. Ну, ладно, окей. Ладно, договорились. Почему у меня здесь еще одна... О-ка. Я забыл предложить. У меня их уже 4 или 5 штук. Не знаю, что с ними делать. Салить, если только. Ладненько. Идем дальше. Блин, ну... Не знаю. У меня такое ощущение, что нету здесь скилла. Может быть, какой-то заклюк. Потому что, например, вот скилл, который мы с вами нашли... Скилл, который мы с вами нашли. Давайте наберем сюда навыки. Навыки. С вертолетом. Вот этот. Написано, что он Underground Spawner's Room. Но в предыдущей версии он был как раз в энд... Фортах или что-то типа того. И мы его нашли. Что-то по типу форта. Это было как эта постройка называется. Мы его нашли не здесь. Мы его нашли в совершенно другой постройке. Еще одно. О-ка, я уже не буду брать. Плевать на него. Вот. И у меня есть такое ощущение. Может быть, из-за того, что... Боу. Вот здесь. Так вот. Может быть, из-за того, что... Города изменены. Мы не можем найти. Потому что я типа очень... Уже много городов просмотрел. Не знаю. Что это такое сейчас было. Там снизу слизень. Но он не может нас дотронуть сюда. Потому что они там снизу. Прикольно. А раньше я всего этого боялся. Раньше меня все это убивало. Теперь все. Система выработана. Как мне здесь все лутать. Как все это вскрывать. Как все уничтожать. Очень удобно. Естественно, всегда, когда первый раз приходишь. Когда не знаешь, как что делается. То есть не понимаешь каких-то фишек. То все это очень сложно. Ну, вот так вот. Потихонечку-потихонечку становится очень простым. Ничего страшного. Так. Ну, и в этих всегда никогда. Точнее, ничего в них не бывает. Всегда пусто. Это досадно. Ну же. Последний сундук здесь. Ищем следующий. Ладно. Нет. Я продолжу летать. Искать. Потому что... Мне кажется, что... Просто слишком... Может быть, шанс порезали. Может быть, сейчас повезет и где-то окажется. Фиг знает. Давай. Шесть минут. Да, нормально. Летим. Ууу. Спокуха. Все-таки, друзья, я подозреваю, что нету в этих городах ни одного... То есть скиллы... Вот этот скилл, он где-то в другом месте должен, по идее, быть. Не может такого быть, что... Вот так вот не везет что-то. Он просто не попадается. Это бред. Такого просто быть не может. То есть... Давайте сюда добавим... Энд, стоп. Чтобы как-нибудь вот так вот назовем это. Я облетел в общей сложности, наверное, 15 городов. И... А, ну да. То все верно. Теперь летим домой. Все верно. Собрал огромное количество всяких разных других вещей. Возможно, он в каких-то других сундуках. То есть, может быть, все-таки в Энде. Но в других сундуках. Но не в городах. Это точно не в городах. Потому что очень много было просмотрено. Хотя, черт знает, может, мне просто не везет. Если вы точно знаете, где он выпадает. Если вы смогли найти этот свиток. Напишите в комментариях. Будет полезно. Потому что у меня нифига не вышло. Соответственно, прямо сейчас... Ух, классно там заспалился. Прямо сейчас я все-таки хочу... Знаете, что посмотреть? У нас с вами есть вот такая вот книжечка. Нет, это не совсем она. Стоп. Сейчас мы ее найдем. Вот такая книжка. Разлом. В общем, она дает плюс 300 к урону против боссов и игроков. Ну, игроков плевать. Против боссов. И плюс 300% к обрасыванию. То есть, мы уберем... Есть тот негативный эффект от семи проклятий, который у нас есть. Плюс еще получим сверху, я так понимаю, бонус к урону. И делается она из искаженного сердца. Я нашел одно сердце. Ну, в смысле, сердце земли. Я нашел одно в... Как это называется в шахтах. Может быть, оно именно в шахтах спаунится. Может быть, там неправильная информация в описании. Вот. Ну, то есть, информация-то может быть правильная. Просто в этой сборке это изменено. Я вот это имею в виду. Соответственно, у меня есть одно такое сердце. И откровение. А, откровение делается легко. Откровение это просто гайд по этой модификации, да? Ну, в принципе, да. Мир, потерянные души, древние дома. Все понятно. Это просто гайд. То есть, теперь, имея Назерит, нечистивую сущность. Давайте быстренько сейчас это сделаем. Бамс. Забираем. Мы получаем с вами вот такую вот книжечку. Разлом. Роковой поворот. И нам достаточно просто таскать ее в инвентаре. Даже не в быстром слоте, а в инвентаре, если не ошибаюсь. Сферы полета. Знаете, сколько у меня сфер полета? Давайте посмотрим сфера. 22 здесь 2, здесь 8. Не кисло, да? То есть, насобирал называется. С другой стороны, это очень круто. То есть, я теперь, если что, буду просто туда возвращаться в инвент и фармить эти сферы таким образом. Нам нужны черепа и сушителя. Убрать всю траву отсюда. Раз, два, три. Как же с креативным полетом кайфово. Давайте отлетим в сторонку. Мне просто очень интересно, есть ли какая-то разница между тем, что у нас, например... Вот мы его сейчас вот сюда уберем, да? Вот так мы его пробили, да? Взяли это. Я даже не знаю, друзья. Вообще, влияет ли это на... О, несушение пошло. Влияет ли это на огнестрельное оружие? В общем, как-то ненаглядно все это получилось. Давайте сейчас еще раз протестируем. Потому что очень хочется именно проверить, насколько хорошо вся эта фигня работает. И... Не шибко нужно. Да, мы написали, что нужно просто слетать в непрогруженную локацию. И там типа появятся вот эти цветы. Другой человек написал, что цветы, про которые я говорил... Астральный цветок, да? Как-то так он называется. Вот. Соответственно, другой человек написал, что ему выпал только в сундуке. Но от меня пока что не выпадает. Если вдруг найдем, то будет хорошо, то продолжим разбираться с твоей модификацией. Так, соответственно, мы сейчас с вами уберем тебя вот сюда. Визор. Где там? Вон он. Вот на такую пятеречку, да? Мы его ударили. Он же сейчас отличится, типа потихонечку. Да, он отличивается. Хорошо. И теперь берем обратно эту штукенцию. Один выстрел не попал. Вдруг я тут. Ну, не знаю. Примерно настолько же. Воу! И... Черт, быстро. Летим. Обломись. Не знаю. Сложно сказать. Да, мне все-таки кажется, побольше, побольше, побольше всего. Тут еще очень сильно зависит от того, идет крит с пушки или нет. Пошел за ницом. Мне кажется, еще очень сильно действительно от этого зависит. Но самое главное, что он у нас появился, этот Том. Я очень сильно надеюсь, что он работает и не просто так я его делал. Так, это снимем. Это скинем, естественно. И следующий момент, который я хотел, естественно, вы мне написали об этом в комментариях. Я это пропустил, это написали давно, то есть я это давно прочитал. Но все никак к этому не переходило. Вот мы с вами получили, особенно сейчас из энда, огромное количество руды. И эта руда как раз из модификации вот этой вот, аниматик левиси. То есть, если мы с вами возьмем эфировую вот такую руду, давайте просто руда в объем. У нас с вами сейчас 38, ну не то чтобы огромное количество, но теперь у нас ее довольно-таки много. Мне очень интересно... Да ладно, не будем там париться, просто закинем сейчас половину вот сюда, половину вот сюда. Получим с этого дела, естественно, необходимые слитки. Вот такие вот. И в итоге мы можем сделать вот такой вот звездный крушитель, мультитул. Нам понадобится драконье дыхание, кирка, боевой топор и лопата. Если удерживать shift, смотрите, вот так вот. То есть, мы можем там копать 3 на 3. Если удерживать shift, то будет работать 1 на 1. Shift ПКМ, чтобы отключить способность полностью. А, нам нужна стержень края, которая делается вот так... О, это легко, на это вообще наплевать. Стержень края, это легко. Мы с вами можем сделать 2, 4, 6. Нам больше сейчас пока что не нужно. Я уже думал, что-то сложное, нет. Так вот, берем кирку. Невесомый инструмент. Идем куда-нибудь под землю. У меня даже не знаю, куда сходить сейчас по-быстренькому. Потому что здесь вот сюда можно, да. Все у нас с вами просто выкопано. И смотрите, что она творит. И это она же не зачарованная. То есть, мы еще можем ее зачаровать. И все, что угодно, да. Удача, проклятие, утраты, прочность, эффективность, починка, шелковые касания. И, естественно, при помощи этого копать. Но мы с вами сейчас будем делать мультитул. Потому что, как я это пропустил, я, честно говоря, сам не знаю. Но, правда, вот сейчас, благодаря тому, что мы так сгоняли удачно в энд. И набрали там безумное количество этих, как раз, этой руды. Потому что, мне кажется, раньше нам просто не хватило бы на все. Мы теперь можем сделать спокойно мультитул. Что такое в эту сторону? Нет? Почему ты? Эфириумный боевой топор. А, понятно. Он делается вот так вот. Давай-ка еще раз проверим мультитул. Да, все верно. Нам нужно сначала сделать его. Потом сделать лопату. И теперь мы с вами можем сделать вот такую вот дуру. Почему тебе не нравится? Потому что кирка должна быть полностью отремонтированная. Нет, это ерунда, мне кажется. То есть, можно, можно, можно. Давайте сейчас выложим все. Сюда положим кирку. Да, все получится. У нас с вами звездный крушитель. Готов. Плюс, при помощи вот этой эфириумовой пыли. Давайте сюда вобьем эфириум. Нет, вру. Значит, она не так называется. Она называется звездная пыль. Астральная. Астральная пыль. У нас с вами ее 62 штуки. Мы можем сделать следующее. Например, у нас с вами сделали огнестойкости на 8 минут. Плюс, сейчас не здесь. Вот здесь еще у нас с вами есть зелье. Это заберем. Это просто вода. На будущее была приготовлена. Добавляем сюда астральную пыль. Кстати, здесь я не вижу такого рецепта. Спешку, кстати, добавляет модификация. Что мы с вами получаем? Огнестойкость 16 минут. Если добавим еще, то ничего не получится. Соответственно, получаем с вами зеливармастер. И таким образом, в два раза увеличивается продолжительность абсолютно всего, где есть таймеры. То есть, там, скорости, невидимости. Если не ошибаюсь, хил, то ты повышаешь уровень. В общем, это действительно круто. То есть, вот это, вот это очень полезно. То есть, теперь, там, буквально 3 зелья. Это 45 минут игрового времени. И я думаю, что нам нужно обязательно заняться золотыми яблоками. Потому что у меня с этим огромная проблема. Я... У меня проблема с обычными ягодами. Яблоками. Мне абсолютно, вот, не нравится копать все это дело, добывать вручную. В следующем выпуске мы с вами сделаем ферму по добыче яблок. У меня появилась вот такая штукенция. Ключ забвения. Даже не одна, а несколько. Если не ошибаюсь, теперь это можно использовать как... Вот так вот. Как мусорку. То есть, мы можем в нее все помещать. То есть, до этого у меня здесь просто не было мусорки. У меня постоянно из-за этого были проблемы. Куда ты делаешь? Стоп. А, он теперь поглощает. Железную кирку у меня. Да? А-а-а. И он все железные кирки будет поглощать. Я в то-то не знаю. Я вообще не знал, как оно толком работает. Удача 2. Эффективность. Починка. В принципе... Да, но... Хотелось бы, чтобы... Удача 3 была. То есть, мы сейчас, по идее, просто апнем удачу здесь, да? Мам, сейчас вообще почти ничего не видно будет. Эффективность 4. Прочность 3. Удача увеличивает шансы выпадения большого количества ресурсов, например, с угля или алмазной рудеры. Починка. Ладно, все, пускай он будет именно таким. Возвращаем интерфейс на место. Готово. То есть, шелковое касание, оно как-то не очень хорошо работает. Оно не везде полезно, но порой даже на самом деле мешает. В общем, у нас с вами появилось огромное количество всего. Плюс здесь есть прикольная эфириумовая броня, но она довольно-таки слабая по сравнению с нашей броней. Есть один маленький нюанс. Эта броня, она невидимая, да? То есть, если мы с вами ее оденем, то будет не видно, как у нас тут у нас есть броня. Просто будет наш скинчик. И все. То есть, с какой-то стороны это прикольно, если человек хочет просто сохранить свой скин и не менять его на броню. Это очень-очень удобно на самом деле. Блин. Ладно, все понятно. Это просто зверь. Этот молот просто зверь. Все, окей, у нас с вами появилась новая игрушка. Причем, чем она хороша, тем, что у нас это и топор, и кирка. А вот этот топор и кирку мы сейчас переложим сюда, чтобы оно лежало здесь. И мы могли в любой момент достать, если вдруг умерли, у нас с вами было про запас. Все. Ну что, друзья, я думаю, что сегодняшний выпуск мы на этом завершим. Профильтровали огромное количество городов в Энде. У нас появился, да, кстати. Прошло очень много времени. Давайте посмотрим на него. Ну, да, в общем, сам по себе он не растет. Как вариант, может быть, его нужно прокачивать опытом, уровнями. Не знаю. Сложно сказать. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что он вообще будет расти. То есть, это не Ice and Fire. Они не могли сюда это добавить. Я в это просто не верю. Так что, в общем, самое хорошее наше сегодняшнее приобретение это разлом. У нас с вами появился вот этот, товарищ. У нас появилось две редкие штукенции Enigma. Правда, в размере 5 штук и 3 штуки. Пустой свиток, кстати, есть. Что-то еще полезное здесь имеется? Нет. В общем, эфириумовый лом еще валяется один. И еще одна мусорка, кстати. Ну что ж, тогда сегодняшний выпуск мы с вами на этом завершим. В общем, в следующем выпуске опять перейдем немножечко к рейту, потому что мне нужны яблоки. Без яблок жизни нету. Она, конечно, есть, но очень плохая. И мне не получается нормально по-быстрому отлечиваться. Вот. А когда у нас появится с вами огромное количество яблок, что мы с вами сможем при помощи них сделать? А именно, мы можем положить их в наш рюкзак. Вот сюда выложить где-нибудь вот здесь вот эти, собственно говоря, яблоки золотые. И будем автоматически подхавывать это дело. Кстати, вот это нужно будет улучшить. И вечно сделать рюкзак неразрушимым оказалось полной ерундой. Не знаю, мне кажется, это было бы полезно, если бы у нас не было вот этого могилки после смерти. Но так как она есть, так что это нам абсолютно ничего не дает. Ладно, друзья, пока что на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Если вдруг на следующий день выйдет выпуск по новой сборке, это значит, что у меня что-то там, я что-то ищу и не могу снять выпуск. Мне не хватает времени, чтобы его сделать. Буду стараться, чтобы выпуски были практически каждый день. Опять же, впереди четыре дня праздников. Мне не хватает тупо времени, чтобы снять на каждый день по выпуску. Поэтому мне как бы сейчас очень проще начать, сорян, новую сборку. Хотя бы два выпуска по ней снять, два выпуска по этой сборке. Так у нас получится каждый день по выпуску. Надеюсь, что все получится. Ну, в общем, поживем и увидим. Конечно, я, как всегда, вперед загадываю, а там уже как пойдет. На этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok